Сейчас на сцену приглашается классный руководитель, преподаватель высочайшей квалификации, артистка Клара Новикова. Сейчас она расскажет вам о том, как учится и как учит. Дорогие ребята, дорогие взрослые, мне даже страшно приступать к этому уроку, потому что я понимаю, что вас сегодня заучили совсем, правда? У вас было много сегодня уроков, а я хочу сказать, что я нисколько никогда не считала, что у меня законченное образование. Я только недавно закончила институт в этом году, только вот сейчас. И учиться можно всю жизнь. И я училась у своего ребенка, у своей дочки, у Машки, как только что Машка появилась на Божий свет, я училась ее пеленать. Я не умела это делать. А потом я научилась вместе с ней разговаривать. И у нас еще была замечательная помощница. Я принесла вам ее сегодня, нашу помощницу, потому что она мне ужасно дорога. Это Машина кукла. Вот она так выглядит. Ее зовут Мотя. Ей много лет. Правда, я очень старая. Мне целых 12 лет. Нашей Моте 12 лет. Она Машу учила. Она вместе с нами сидела за столом. И она всюду лазила, лазила, по столу лазила, лазила. И мы говорили, Мотенька, так нельзя. Нельзя руками в суп. Это горячо. И Мотя тут же говорит, да, 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 у меня так руки возьмут нехорошо. А потом Мотя учила нас азбуки. Маша никак не могла выучить букву Я. Она все никак не могла... Как в старом добром рассказе, помните, есть буква Я. Маша никак не могла понять, что есть такая буква Я. Она все время говорила Ты. Вместо Я говорил Ты. Маша, ты знаешь, что есть такая буква Я? Маша говорил, да. А ну-ка, Машенька, скажи, яблоко. Маша говорит, ты блока. И вот наша мать ее учила говорить букву Я, а когда Маша научилась букву Я, она разучила говорить ты, и она называла не якорь, а тыкарь. Вот так мы вместе учились. Вообще очень забавная у нас была жизнь, Машка теперь в седьмом классе, и я, вы знаете, я все время вспоминаю, как это было забавно открывать для себя ребенка, открывать ее какие-то... Она открывала для нас, взрослых людей, мир. Я очень хорошо помню, когда мы купали ее в полной ванне воды, она очень любила плавать, и она говорила, мамочка, я сегодня буду лягушкой. И вот мы наливали ванну воду, и Машка прыгала в ванну, я лягушка, я лягушка, я лягушка, и она подскользнулась в ванну прямо так головой. Потом она вышла оттуда из воды и говорит, мамочка, мамочка, я чуть свое болото не выпила. Она очень верила в обстоятельства, то есть взрослые совершенно становятся детьми, и вам огромное спасибо, дети, за то, что иногда вы нас делаете детьми. А еще я очень хорошо помню, когда мы первый раз в дом пригласили Деда Мороза. Когда приглашаю Деда Мороза? Ну, в какой праздник? В Новый год. Вот взрослые хорошо помнят, да? В Новый год мы пригласили впервые Деда Мороза. К нам пришел огромный, бородатый, уже уставший Дед Мороз, потому что к этому времени он исходил много домовцев. Вот мой хороший. Дед Мороз пришел к нам в дом, была жуткая погода, на улице подтаивала, под Дедом Морозом образовалась лужа под валенками. И я говорю, когда Маша рассказала стихотворение Деду Морозу, я говорю, Машенька, а теперь давай угостим Деда Мороза чаем. На что Маша моя сказала, мам, ты что? Он и так уже подтаивает. Вот так мы учились вместе. А когда мы однажды, мы прочитали с Машей книжку, прочитали Братина, и прочитав книжку, через какое-то время мы поехали с ней в троллейбусе. И вот видим, сидит дяденька, ну, совершенно, ну, лысый-лысый совершенно, ну, совершенно без волос дяденька. И оттенит только волосок вот так торчит. Маша моя увидела, говорит, мамочка, посмотри, какой дурый Мар сидит. Вот так мы вместе учились наивности, так мы вместе учились с моей Машей. Нам очень помогала наша Мотя, и мы очень ей благодарны за это. Правда, Мотя? Да, я вспоминаю, вы, ребята, извините. Я растрепанная. Эти волосы из меня Машка повыдирала. Но очень люблю Машу. Ну вот, дорогие ребята, все, что я хотела вам сказать, я хотела сказать вам огромные слова благодарности от нас, взрослых, за то, что мы иногда окунаемся в детство. И вы нам это очень помогаете. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо.